Патриотизм Спартакеада нужна для того, чтобы развить молодежный спорт. Можно понять, кто сильнее, кто слабше, какие твои недостатки. Желаю удачи всем участникам. На победу. Летняя спартакеада пришкольных лагерей включает в себя пять видов соревнований. Настольный теннис, дартс, бионербол, футбол, веселые старты. Никита второй год участвует в дартсе, защищает честь шестой гимназии. В прошлом году в этом виде соревнований школа заняла первое место. На этот раз она снова лучшая в дартсе. Я дома готовилась, у меня дома дартс висит, я готовилась выиграть с братом. Там надо попасть в яблочко, чтобы получить больше баллов для команды. Девочки направо, мальчики налево. В спартакеаде два вида соревнований предусмотрены только для определенного пола. Женские команды участвуют в пионерболе. Там можно передвигаться и всего лишь стоять, ловить мяч. Побеждает школа номер семь, а мальчишки соревнуются в футболе. Я играла во дворе, на площадке, с друзьями в лагере, в школе. Фаворит футбольных матчей – команда детско-юношеской спортивной школы. У них и тренировок гораздо больше было, чем у остальных. Тренируются каждый день и закалка огромная. Каждую неделю игры и матчи. Мы футболисты же, у нас и есть преимущества. Детско-юношеская спортивная школа в футболе берет первое место. А в спортзале Фубра идет не командная игра, а поединок. Ребята соревнуются в настольном теннисе по одному человеку от учебного заведения. Даша – четырехклассница из первой школы. До того, как пошла в пришкольный лагерь, девочка и не знала о своих способностях в настольном теннисе. Попробовала, понравилось, лучше всех получается. И вот последние дни с ней тренировались. Сегодня Даша соревнуется с сильной соперницей из пятой школы. И заставила изрядно понервничать своего учителя. По мне, наверное, видно, что я нервничаю больше ее, наверное. К сожалению, золото не взяла, но все впереди. А лучшей в настольном теннисе объявлена вторая школа. Мы готовились вместе с лагерем, чтобы победить и занять первое место. И чтобы нами гордился весь город и страна. Ну а самым интересным соревнованием для ребят стали, конечно, веселые старты. Здесь и со скакалкой можно поупражняться, и на самокате прокатиться, и на мячике допрыгать до цели. И все весело, дружно, интенсивно. В этих состязаниях лучшей, оказывается, пятая школа. Мы победим! Итак, в общекомандном зачете тройка лидеров. Школа номер один – третье место. Гимназия номер три – второе место. Школа номер семь – первое место. Летняя спартакиада пришкольных лагерей проводится в нашем городе в восьмой раз. И с каждым годом желающих участвовать все больше. На летних площадках учебных заведений каждый раз. За несколько недель до соревнований идет отбор. А затем ребята активно готовятся.